Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! И мы сегодня с вами поговорим о любимых оттенках гель-лака. Вот я сегодня хочу показать вам свой очень любимый цвет. Это вот такой вот 129. Причем самое интересное, в чистом виде этот цвет выглядит совершенно невкусно. Такой себе цвет детской неожиданности. Но это настолько благородный, настолько благодарный оттенок, который сочетается. С чем-то его не сочетай, он совсем сочетается. Вот это вот в качестве основы для дизайна тот цвет, который всегда легко дополнить. И никоим образом он не перебьет и не испортит ваш дизайн. В общем, это любимый цвет для творчества. Вот на этом цвете можно творить, вытворять все, что угодно. Причем самое интересное, я же говорю, его дополняют все оттенки. И темно-зеленый, и темно-бордовый, и красный, и какие-то нюдовые цвета. Они все сочетаются. И с каждым цветом этот оттенок раскрывается по-разному. Очень люблю этот цвет, хотя, еще раз повторяюсь, если показывать этот цвет клиенткам плороста в выкраске цветов, он выглядит совершенно неаппетитно. Итак, мы же, как обычно, прокрываем ноготочки два слоя гель-лака. У нас под этими двумя слоями укрепления базы от гель-лака я не стала ее монтировать, потому что ничего нового там нет. Самое обычное укрепление в тоненький слой. Эту руку мы планируем снимать, потому что это ученица моя, и на этой руке она будет сдавать мне экзамен. Мы об этом уже договорились. Кстати, кто подписан ко мне в инстаграме, уже видел работу этой ученицы экзаменационную именно на этой руке. Все уже оценили, все ее похвалили. На самом деле, Люция просто умничка. Она потрясающе справилась с базовым курсом. Ну, а второй цвет – это любимчик моей мамы, потому что моя мама обожает вот такие вот зеленые оттенки. Самое интересное, этот цвет тоже по-своему интересен, потому что при смешении этого оттенка с белой краской мы получаем не зеленый цвет, не оттенок зеленого, а оттенок голубого с легкой зеленью. Тоже очень красивый цвет получается, такой, который смешать самостоятельно довольно сложно. Вот за это я этот оттенок тоже очень сильно люблю, именно за смесь этого цвета с белой красочкой. Ну, а в этом месте, возможно, вам будет плохо видно, но мы клеим для фольги. И базой для фольги промазываем определенные участки. Кстати, внимание, перед этим я сняла липкий слой с цвета, потому что если бы я липкость не убрала, то моя фольга приклеилась бы не только на те места, которые я хочу, но и полностью под поверхностью всего ноготочка. Этого мне не нужно, поэтому жидкостью для снятия липкого слоя я убрала липкость с ногтей, промазываю липкой базой там, где мне необходимо, просушиваю, внимание, по таймеру 30 секунд, это очень важно. В лампе 48 ватт, в санване я сушу, это все 30 секунд. И потом отпечатываю фольгу. При отпечатывании фольги важно то, что мы всегда каждое движение делаем новым чистеньким местом фольги. И в идеале для каждого пальчика мы отрезаем свой кусочек чистенький и своим кусочком каждый пальчик отпечатываем. Потому что если у нас фольга уже немножечко припачканная, то она начинает печататься не совсем туда, куда нам нужно. Видите, уже на палец напечаталось. Это значит на фольге остались немножечко излишки клея, которые припечатались на палец. Надеюсь, у вас больше не осталось вопросов, как же отпечатывать фольгу на ногти. Потому что фольга опять возвращается в тренды. Снова в этом году, в этом летнем сезоне будет очень модно всякие разные дизайны из фольги. Поэтому, девочки, очень рекомендую озаботиться уже сейчас специальными клеями и фольгой хорошего качества. Потому что не вся фольга хорошо печатается. Для того, чтобы фольга хорошо печаталась, она должна быть очень-очень тоненькая. Но и на руках клиентов все равно полное металлическое покрытие сделать практически нереально. Потому что нам мешают боковые валики и кутикула. Поэтому в любом случае фольга это дизайнерское решение, которое нужно дополнять. В данном случае мы дополняем ее геометрическими узорами. И в геометрические узоры прячем те наномиллиметры, куда мы не смогли достать пальчиком, чтобы ее хорошо прижать. Потому что в любом случае вот такие небольшие полосочки цвета у нас останутся. Продолжение следует... Ну и как обычно в этом месте можно было остановиться. Потому что получилась замечательная такая красивенная геометрия с фольгой. Уже сам по себе самостоятельный готовый дизайн. Но как вы знаете эта сказка не про меня. Поэтому продолжаем рисовать, дополняем все это безобразие цветочками в китайской росписи. Опять же внимание для того, чтобы рисовать китайскую роспись и получать от этого удовольствия вам нужен специализированный материал. Для этой техники росписи нужны очень сильно хорошо пигментированные гелевые краски. Если в ваших красках недостаточно пигмента, если они полупрозрачные, вам придется дублировать эту всю технику в 2-3 слоя, в 4 слоя для того, чтобы получить яркий цветочек. Поэтому если вы горите китайкой, если вы любите эту роспись, то приобретите хороший материал. Если же вы горите китайкой, любите эту роспись, но не умеете ее рисовать, у меня есть онлайн курс по китайской росписи. Обращайтесь в магазин в раздел курсы. Ну а ссылочку на материал, конкретно которым я рисую в данном случае, я конечно же вам оставлю в описании. Продолжение следует... Перекрываем ноготочки финишным покрытием. В данном случае мы не сделали никаких ошибок, перекрыли глянцем, потому что мы хотим, чтобы все это блестело и сияло. И поверх финишного покрытия добавляем небольшую прорисовочку нашим цветочкам, для того, чтобы они окончательно заиграли и получились живые и симпатичные. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот собственно говоря и все, готов наш дизайн. Мы остались очень довольны, смотрится вживую просто потрясающе. Очень красивое сочетание, очень интересная игра фольги. В общем мы прыгали на стуле обе две, надеюсь и вам понравилось. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться конечно же на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!